Национальный день донора В семье Ирины Грабарчук этой благородной традиции следуют все. Хороший пример подала мама Одинцовского депутата. Она является почетным донором. Теперь своего 18-летия ждут и дети. А сама Ирина сдает кровь уже в течение пяти лет. По три-четыре раза. Был небольшой перерыв за счет того, что ставили вакцины, потому что нельзя после нее определенный период сдавать. Жалко, что только четыре раза в год можно сдавать. Если бы разрешили больше, можно было бы и больше. При себе донору нужно иметь только паспорт и желание сдать кровь. Сначала заполнение анкеты опросника, затем забор крови из пальца для экспресс-проверки группы и уровня гемоглобина. После этого консультация врача-трансфузиолога, проверка пульса, измерение давления. Если противопоказаний нет, то можно пройти в операционную для сдачи крови. Здесь, собственно, и происходит сдача крови. Она совершенно безопасна. Многие говорят, что даже менее болезненно, чем взятие крови из пальца. Проходит она в течение где-то десяти минут. Берут 450 мл крови в мешок, около 20 мл крови на анализ и в пробирке. Из которых впоследствии еще раз перепроверят группу крови, резус-фактор, пенотип и наличие инфекционных заболеваний. Сегодня акцию по сдаче крови провели Одинцовские единороссы, среди которых много постоянных доноров. Но есть и новички. Всего по итогам прошлого года регулярно сдают кровь свыше 1100 человек, а впервые порядка 500. На станции переливания ведут строгий учет и картотеку. Конечно, есть и противопоказания, но и здоровым людям следует придерживаться некоторых правил в преддверии донации. За сутки до сдачи крови исключить жирную, жареную, соленую, пряную, копченую пищу, молочные продукты. В день сдачи крови покушать какую-либо крупу на воде, попить сладкий чай крепкий и печеньки, баранки, что-то такое. Также врачи рекомендуют взять с собой термос с горячим чаем, выпить его до и после процедуры, чтобы как можно быстрее восполнить объем циркулирующей крови. Все желающие сдать кровь могут это сделать на станции переливания каждый вторник и четверг с 8.30 утра до 12 часов. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.